Всем привет и так что интересного у бывших участников дома 2. Аганесян отдохнул в ночном клубе в компании друзей. Он жалуется на назойливых поклонниц. Я все могу понять, но личное пространство никто не отменял. Пока не пошлешь их на три буквы не отойдут. Черно нарастила волосы, помолодела, похорошела. Но такие волосы требуют особенного ухода, а ей это не по силам. Наращенная красота очень быстро у нее приходит в негодность. Сашу тоже атакуют поклонники. Я не могу, когда на меня смотрят, начинают снимать. Многие подходят фоткаться. Ты отдыхаешь, танцуешь, а вот нет, давайте сфоткаемся. Все никак не могут привыкнуть к своей гиперпопулярности. Лиза Трианда Фелиди рассказала, как она пошутила над подружками в первый день апреля. Она им врала, якобы парень сделал Лизе предложение, и она ответила да. Я собираю вещи, делаю документы и уезжаю с любимым. Потом призналась, что это всего лишь розыгрыш. А Марина с Ирой уж чуть было не заплакали от радости. Лиза покинула гостеприимный Таиланд, живет сейчас в отеле, потому что в квартире у сестры живет друг. Лиза мечтает о семье, она точно понимает, что к этому готова и хочет второго ребенка. Никита Шалюков снимается в кино. Вот как он подписал это фото. Классный мужик, харизматичный парень, четкий пацан, отличный актер. А слева Павел Прилучный, и он такой же. Всем спасибо. Либерж к подону восторгается своим новым имиджем, а также интересуется, какой национальности ее подписчики. У меня, говорит, папа африканец, мама еврейка. Салибекова отметила 34-летие. Сначала отметила дома, поела с детьми торт, потом в ресторане с подругами. Я, говорит, не стесняюсь своего возраста, я им горжусь. Ну и Катя Колесниченко тоже именинница, понятное дело. Она тоже отмечала праздник в ресторане в компании подруги. К 34-летию она приурочила в поход к парикмахеру, поменяла цвет волос. А вы скучали по мне брюнетки? Я так очень скучала. Сестрички поздравили друг друга, люблю тебя, Юлечка, пишет Катя. Желаю нам выгребсти достойно все сложности и почивать на лаврах. Жемчугов наслаждается семейной жизнью. Любимая жена, сын, все рядом. Вот так по-простому проводим суботочку, говорит. Семья это прекрасно, говорит, срочно всем жениться. Оля Гожиенко восторгается своей бабушкой. Несмотря на возраст, Арина молодится, передвигается на самокате. Я хочу быть в будущем такой же классной бабулей, говорит Оля. Это все новости из-за периметра. Подписывайтесь, будем сплетничать. И смотрите первую часть выпуска с полянскими новостями.